Чуть меньше недели остается до открытия главного сезона отпусков. Для большинства северян лето – это возможность выехать за пределы Заполярье. Покидают город на период заслуженного отдыха не только по воздуху, но и по воде. Про тех, кто, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, отправляется в автопутешествие, расскажет моя коллега Екатерина Дементьева. Стаж совместных путешествий Александра и Екатерины – 4 года. За это время супруги проехали более 48 тысяч километров. Ребята пересекают всю страну, чтобы провести часть отпуска в кемпинге у моря. Поэтому для комфорта в их машине есть все необходимое – от плиты до специальной изготовленной кровати, чтобы не ночевать в гостиницах. Сделал нам наш коллега кровать, раскладную, багажник. Потому что в палатке мы первый раз ездили в палатке, спали, но под утро, там даже в 4 часа утра жарко, невыносимо. Поэтому решили сделать в машине, чтобы, если что, кондиционер был всегда под рукой. И вот раскладываем, возим с собой матрас. Прям настоящий, не надувной, потому что на нем невозможно. Обычный матрас. Мы его скручиваем. И у нас, можно сказать, полноценная кровать в машине всегда под рукой. С постельным бельем. С кондиционером. Есть у ребят и свои лайфхаки для максимального удобства передвижения по трассе. Самое важное еще в дороге, это иметь с собой музыку и в нашем случае еще книги. Я читаю вслух, когда Саша ведет, это тоже очень как бы, ну мы обсуждаем. Музыка, потому что надоедает. Да, музыка, потому что надоедает. Поэтому, чтобы она совсем не надоедала, ее нужно очень много. И она должна быть разная, независимо от вашего вкуса. Потому что по дороге ты можешь слушать абсолютно все, что угодно. Покорять автодорожные пространства нашей страны отправляются и семьи с детьми. Здесь требуется больше подготовки, начиная от прокладывания маршрута с интересными остановками до продумывания комфортного путешествия. Для семьи Уваровых это привычное дело. Они путешествуют с сыновьями с самого раннего их детства и считают, что это самым лучшим образом влияет на развитие детей. Одно дело, когда дети учатся, например, в школе целый год и смотрят мир, узнают мир, узнают о том, что оказывается есть таежные леса, оказывается о том, что есть море, горы. А когда дети это видят своими глазами, и ты можешь объяснить это непосредственно уже в путешествии, показав это все на примере, или даже иногда погружая в другую языковую среду, познакомив их с другими людьми, с другими детьми, то они больше узнают этот мир и более подготовленными становятся, когда вырастают. Петя Уваров совершил свое первое путешествие на шестой день после рождения, поэтому в машине ощущает себя вполне комфортно и знает, чем можно занять себя в длительной поездке. Мы поем песни, берем, можем порисовать, мы берем книжки, читаем, мы играем слова и смотрим в окно. Автопутешествие с детьми на дальние расстояния – это ответственное решение, в котором главную роль играет безопасность. Первое и самое главное правило при перевозке ребенка в машине – это поменять стиль вождения. Управляя автомобилем, в котором находится ребенок, всегда надо быть предельно внимательным и аккуратным, соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений, резких разгонов, а также такого маневра, как выезд на полосу, предназначенный для встречного движения. Необходимо всегда перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, которое будет соответствовать его возрасту, росту и весу, которые будут обязательно сертифицированы и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, по правилам дорожного движения, в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов в темное время суток, при выходе из автомобиля всем пассажирам необходимо надеть жилеты со светоотражающими элементами. Необходимо помнить и о мерах безопасности, которые диктуются эпидемиологической обстановкой. Есть рекомендации от Роспотребнадзора по усилению мер в виде масочного режима, в виде перчаток. Нашим предприятиям это все закуплено, будет выдаваться на суда, будут стоять диспенсеры с обеззараживателем рук. Будем изолировать, скорее всего, экипаж и пассажиров, будем отделять, чтобы не было контакта нашего экипажа, потому что могут изолировать все судно. Это для нас приведет к большим потерям, в том числе и к срыву рейса. Тем не менее, пандемия коронавируса не стала препятствием для любителей автопутешествий. Северяне продолжают записываться на барже. Все происходит в обычном режиме. Начали запись с мая. Начались, наверное, все перевозчики в этот период. Поэтому никакого не ажиотажа, никакой диспозиции у людей, никакой потери духа. Все-все-таки планируют уехать в отпуска с хорошим, веселым настроением. Перевозчики предупреждают, что при погрузке на баржу всем пассажирам будут дистанционно измерять температуру тела. И при показателях выше 37 градусов допускать на судно не будут. Также перед выездом к месту отдыха или обратно необходимо уточнять в администрации региона или города, который вы собираетесь пересечь, не введены ли там ограничительные меры на въезд. Но какие бы сложности не встречались на пути у автолюбителей, для каждого из них это возможность увидеть многообразие природы нашей страны, испытать дух приключения и насладиться той самой песней шин. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Владислав Ткачев, Телеканал Север.